Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Лучшие обзоры для лучших людей. Итак, сегодня у нас, ребята, будут два автобуса. Два автобуса Сетра. Это масштаб 1.43. Снимал на него обзор. Ссылочку, если что, закреплю, наверное, в закрепленных комментариях. Можете посмотреть. Обалденный просто автобус. Мне очень нравится, очень классный. Пока не придумал, что с ним можно сделать, но 100% надо вешать, наверное, занавески. Все-таки туристический такой автобус. Или межгородской, можно так сказать. И будет такой же Сетра, но в масштабе 1.87. Вот такая вот крошка. Мы ее сегодня посмотрим. Это именно автобус, который я приобрел для будущего, надеюсь, своего макета железной дороги, который я планирую построить. Собираю немножечко такие всякие штучки, складываю их аккуратненько. И потом, когда я начну строить, у меня уже все, как бы, будет в наличии. Вот, видите, масштаб H0.187. Специальный масштаб железнодорожный. Кстати, что тут интересненького. Сетра 315. Прикупил я ее в интернет-магазине Unamak. И, кстати, по поводу стоимости. В районе 1000 рублей она стоила, но сейчас я, честно сказать, не знаю. Так, запечатана у меня она здесь, а ножика под рукой нет. Ладно, что-нибудь придумаем сейчас. Как-нибудь откроем. Значит, что интересно, что как-нибудь откроем и никак не откроем. Вот, открыл. Посмотрим, с чего он вообще сделан. Мне кажется, пластиковый. Кстати, эта модель тоже из пластика полностью сделана. Ну и этот, да, из пластика сделан. Железные дороги в основном это распространенный масштаб 1.87. Есть еще три масштаба вообще железных дорог. Это TT масштаб. Он очень маленький. Не помню, какой там идет. Ну, TT, короче, называется. По-моему, там, наверное, не буду врать. Поэтому это можете сами загуглить. H0. Масштаб 1.87. Это 87 раз, значит, меньше настоящей техники. Кто не знает. И следующий масштаб, по-моему, G0 или G, по-моему, просто. Это садовая железная дорога. Там масштаб побольше. Мне кажется, даже может быть 1.24 где-то так большой масштаб. Но он чисто для железной дороги, для улицы предназначен. И там не, вот, по крайней мере, у нас не очень распространены модели каких-то поездов. Мы не найдем там популярные наши модели, да, там, Велки, Чмехи те же. Это невозможно найти в большом масштабе. А вот H0, там все есть. Там прям для разгулу фантазии прям, ну, реально можно посмотреть. Интересно. Ну что же, давайте рассматривать. И я смотрю, что для такого маленького масштаба реально очень классная проработка данной модели. Посмотрите, даже ручки на багажных отсеках и то сделаны, вот видите, отдельно выделены хромированным цветом. Здесь резиновая покрышка на колесе стоит. Вот, обалдеть! Здесь даже, даже проработка на колесе, расшивка есть. Посмотрите. В общем, название, Continental, по-моему, да, размерность шин указана. Обалдеть! Очень клево! Здесь у нас надпись Junk. Не знаю, что означает она, какая-то фирма может быть туристическая, либо что-то еще. Немного притонированные здесь стекла. В принципе, здесь это клево сделано, не надо будет декорировать, ничего. И передняя часть выглядит вот так. Сетра у нас написано. Номеров нету. Зато вся оптика здесь сделана из пластика. Даже противотуманные фары. Класс! Очень классно! Сиденья водителя и, я так понимаю, вот его либо помощника, либо кондуктора, да, не знаю, они выделены в сером цвете, а салон сам в черном. Соответственно, у нас дворники сделаны также отдельными элементами. Зеркала также отдельными элементами из пластика сделаны. Здесь у нас тоже небольшая такая шелкография, да, идет. Вот, столик даже видно, посмотрите, у переднего пассажира есть. Ну и вот вместо водителя руль, в принципе, все видно. Задняя часть у нас как выглядит. О, здесь есть номер телефона. В общем, видать, фирмы. И также пластиковая оптика. И здесь вот надпись. Надпись какая-то присутствует. Эх, не могу прочитать на немецком что-то, по-моему, здесь написано. Ну, в общем, есть. Надпись есть. Снизу моделька выглядит вот так вот. А что за фирма у нас производитель вообще? Может, здесь указано будет? Cetra, значит, S315 HD. И производитель у нас сделан в Германии. Посмотрите. Кстати, колеса задние спарены, идут двойные. И фирма Rietze. Может быть, неправильно прочитал. Ну, в общем-то, вот так вот. Ну что ж, а теперь давайте вот сравним вот с этой моделью вообще. А это, наверное, у меня Cetra другая. Это 215. Ну, немного отличаются они, да. Как бы, есть отличия у них. Но в целом, что у большого автобуса классная проработка, что у маленького. Прям реально. Вот этот, получается, объясняю для тех, кто как бы спрашивает, что такое масштаб. Вот этот вот автобус в масштабе 1,43. Это означает, он в 43 раза меньше, чем настоящий автобус. А этот 87. Соответственно, посмотрите, как они вместе смотрятся. Клёвенько. Ну, и решил показать вам вот такой ещё ракурс. Посмотрите. Чтобы вы понимали разницу. Вот так вот. Ну, вообще, детализация модели я поспорить не могу. Очень классная. И вот такой ещё вам ракурс. В принципе, с боков всё нормально. На этом, кстати, большом автобусе нету расшивки на покрышках. А на этом, считай, есть. Вообще класс. А, да как есть-то. Только на передних колёсах есть. А на задних вот нету. А с этой стороны? Да, и с этой стороны так же. Только на переднем колесе, оказывается, расшивка. Колпаки стоят такие же. Прямо один в один похожие. Задняя часть немного отличается. 315-я она посовременней получается. А вот эта 215-я, он немножечко попроще. Ну, в целом, довольно-таки классные реально модельки. Если найдёте, советую прикупить. Ну, кто планирует, например, строить железную дорогу, я реально вам советую вот эту приобрести модель. Довольно будет красиво смотреться. Поворотник здесь окрашен. Ну, вот, в общем-то, вот такое вот сегодня видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. В общем, с вас лайкос, с меня видос. Всем короче. До свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok